Своим долголетием я обязан игре Поппи Плейтайм. Я в неё никогда не играл. Карл Бупсиншмитц, известный философ и поэт. Здарова, солнышки! Его идеи будут актуальны всегда, жаль, что мир признал их слишком поздно. Я сам надеялся, что это будет последний забег на цементный завод, ну потому что многие хорошие франшизы заканчивались на трилогии, но так как это Поппи Плейтайм, частей, видимо, будет больше. Мне кажется, я постарел лет на 50 после того видоса, тут уже впору не внучку искать в лохмотьях на госуслугах, а заказывать билет в райские кущи. Правда, чую, недолго продлится моё счастье, так как не за горами выход Фростпанк 2, а там уже сила бунта содрогнёт небеса. Там, по-моему, уже, как там, вот доступ то ли к демке, то ли ещё к чему-нибудь. Ну, короче, я видел видосы или стримы уже по нему. После чего я упаду с облака прямиком вам на голову и запишу ролик. Уже показали трейлер и назвали дату выхода 25 июня 2024 года. Если релиз не сдует, то лето обещает быть прохладным на все 150, так сказать. Проведя глубокий анализ трейлера, я понял, что и без того сложную для моего маленького мозга стратежку вместо казуаливания решили усложнить и сделать масштабнее. У капитана, который в первой части был царём и богом в одном лице, теперь не будет абсолютной власти, и принимать новые дурацкие законы в одно рылу уже не выйдет, что я, естественно, не поддерживаю и всячески осуждаю. Я вам предлагаю заранее начинать ныть и вспоминать, как весело было плавать в супе из разбитых человеческих надежд, но, похоже, придётся, как обычно, потерпеть и потом сквозь сопли превозмогать. В любом случае, поживём увидим, а граждан фростпанка эта пословица не касается. Многие, наверное, вообще не в курсе, о чём идёт речь. Какой-то фростпанк, фростморн. Ещё бы после видосов по попе Плейтайм думать-то сложно. Поэтому, чтобы не травмировать и без того нежную психику малышей, сегодня я проведу факультативный урок бесплатно по бунтоведению в игре «Весёлая ферма», она по-другому называется, «Кал там что-то там, но не суть». Да-да, помню я тот стрим, который пока что был единственный. Потому что был заказной. Но, тем не менее, запись на втором канале, кстати. На третьем канале. На Джесскиран Импакт. Короче, неважно, но я тоже, наверное, часа два или три провёл. Просто в городе. Разбираясь со всякой фигнёй. Задавится мне, ты бы могла залипнуть ещё надольше. Конечно. Буквально на пальцах объясню, как оно работает. В своё время Джордж Орвелл написал сатирическое произведение «Скотный двор» и довольно чётко описал, на какие подвиги готовы животные, если дать им разум. И кто бы мог подумать, что спустя столько лет с оглядкой на повесть выйдет такая замечательная игра. В ней капитан представлен в образе барана, за что разрабов уже можно на эшафот отправить, но баранам не простым, а с очень даже внушительным набором полномочий. По сути, игра представляет собой «Don't Starve», помноженный на «Animal Crossing», с примесью данжа из «Байндинг оф Айзек», с подсмотренной законодалкой и веткой развития всё из того же «Фрост Пука», ну и сверху приправили оккультизмом и магией. Как ни странно, этой каши разработчикам оказалось мало, поэтому недавно они ввели так называемый «грешный апдейт», превративший и без того смешной мир в полный фарс. К примеру, на ферму, где и так никто не хотел работать, завезли бар и инкубатор. Видимо, чтобы по пьяни в результате метозиса из яйца мог вылупиться волк из Фортнайта, я хз, зачем вы мне про него написали, я теперь это развидеть не могу. Ну да, точно. Мы же волка смотрим. Просто зачем? Короче, этот фанфик по Морозному Панку лучше один раз увидеть, чем сто раз пытаться его пересказать. Сейчас будет, наверное, самое невероятное приключение Капитана в мире животных. Просто засекайте, через сколько они построят скотопульту и отправят меня на ней в помойку. Обязательно пишите лайки и комментарии длиною тысячи слов. Желательно восхваляющие Капитана. Бредик не пишем, я всё проверю, всех найду. Начинаем сразу после интеграции. А это наши бустеры, благодаря которым существуем мы, существует канал и есть всё, что, в общем-то, вы смотрите на этом канале. Большое спасибо, ребята, что поддерживаете нас. Случайно. Мы поняли. Барашка на колени. Но, как известно, на колени только перед мамой. И, казалось бы, шашлычный вердикт вынесен и конец близок, а не всё так просто. Ягнёнка спасает котик-бог по имени тот, кто жрёт. Подойди ближе, не бойся. Тебя изгнали из мира живых, но твой путь ещё не закончен. Эти скудоумные епископы думали, что казнь помешает нашей встрече, однако они отправили тебя прямо ко мне. Я верну тебе жизнь, но с одним условием. Ты создашь религию в мою честь, договорились? Да как нехуй. И вот за это ему даруют корону бессмертия, просто потому, что он согласился. Так он же мог и напиздеть. Теперь я буду вечно сражаться с дурацкими гномами. Вот надо было контракты читать. Ну ты чё, я всю жизнь так живу. С дурацким гномом. И сражаюсь. А я тоже сражаюсь с дурацким гномом. В своей голове. Все время я буду жрать, пиво и ничего не делать. Любой житель будет сраться, прежде чем подписывать. Наш наставник крысы, он говорит, что тут любой житель будет с радостью служить. Нужно только попросить, и он сам придёт. Ёбей твою... Реально, смотрите, всё сам. Вот иногда меня спрашивают, а куда ты донатишь? Я отвечаю, весёлую ферму на скинцы для зверят. У одного долбанного волка одежды больше, чем у меня было за всю жизнь. Работа не волка, а волк пусть работает. В Фростпанке, я помню, такая грустная музыка была. Ты просто грыз бетон и плакал. А здесь, я не знаю, какой-то... Мы будто на утреннике в шахте солнышко. Что происходит? Просто когда все веселятся, а я страдаю, я злой становлюсь, я им сейчас жизнь испорчу всем. Так, в поселении нас двое, уже кто-то жрать захотел. Это не я, если что. Тут погиб трудовик и дропнул после себя верстак. Берём походную печь и начинаем крафтить бесконечные каши из джема. Да, из-за неё подданные обсираются с вероятностью 15%, но какой капитан, такие люди. Внимание, экскурсия. Чуть севернее вы можете наблюдать земли древних дедов. Здесь выседают четыре епископа, которые нашампурили нашего парашка, и нужно им объяснить, в чём же они неправы. А тут их босс сидит, Витька, здоровый, он даже в эту дверь не пролазит уже. Сейчас мой единственный подписчик портал откроет и посмотрим, что там внутри. Итак, первая локация. Ча-ща. О, спасибо за сердечки. Это вам на 8 марта следующего года. Этими землями правит епископ Леший. Это вам на 8 марта следующего года. Этими землями правит епископ Леший. Те, кто нарушает законы древней веры, будут стёрты в пыль. Знаешь, если бы у меня было погоняло Леший, я бы вообще молчал. Видите, вот эти весюльки, они есть в каждом данже, и они означают расклад Таро. Это если у вас там, не знаю, Венера в пиве, или как оно там. Кручу, верчу, пиво хочу. Какой-то хуёвый расклад. Все эффекты можно посмотреть в вкладке раздела с игроком. Вот, заячья лапка, я так и сказал. Карты Таро помогают проходить данжи, они дают там определённые плюсы, но, естественно, все разом не открываются, потому что нужно доплатить. Вообще, неважно, какой дорогой вы дойдёте до босса, главное его опрокинуть во славу котика. Не угрожай своему врагу мечом, угрожай каше из джема, это намного хуже. Да, с чем боролся, на то и на пару. Ну, если ты будешь с 15% шансом каждый раз после неё обсираться, а обсираешься ты обычно, когда от еды ты ненормально ходишь. Однажды он поскользнётся на твоём говне. Нет, я к тому, что очко у тебя будет так болеть, что ты уже и сражаться не захочешь. Ну, зато однажды твой враг поскользнётся на твоём говне и разобьёт себе череп. Так ты же своего врага кормишь этим. Тогда враг сам поскользнётся, на своём же говне и умрёт. Ну да. В данжах у нас будет встречаться различное оружие различного уровня. Вот здесь, к примеру, второй. Только надо римские цифры убрать, а то будет хер пойми какой. И вот тряску экрана тоже убрать. Вибрацию можно добавить. Здесь твой путь завер... Тюгля, какой это, да, римские цифры ему не нравятся. Пишется крошка ягненок. Мои последователи готовы на всё ради меня. Сможешь ли ты сказать тоже о своих? Мои подписчики, боксёры, шахтёры. Твои подписчики, вон, плаксы и фантазёры. Ещё мы его перевоспитаем не с сцити. Спасибо за лут, кстати. Это при условии, что вы мини-боссы победили. Их тут несколько. А так, конечно, всё отберут и ещё посмеются. В первом данже две комнаты, я просто сидел пиздел 7 минут. Самая главная постройка, это, как ни странно, не генератор, а алтарь, чтоб люди могли на капитана молиться. А так прокачка прям один в один, как в Фрост Пукич и 4 уровня, и всё небо в попугаях. Желательно в поселение набирать последователей, у которых вот зелёные... Зелёная генетика, то есть хорошая, они прям сразу выделяются. Вопрос, остаются ли в поселении те, кому не повезло с генетикой? Ну, формально, да. А алтарь может быть недостаточно для укрепления веры, поэтому построим ещё и храм, там будет происходить вся магия. О, Витя Вера появляется. Это не в меня, в меня верят. Мы собрались сегодня здесь, чтоб поплевать в капитана. Сука, что за неуважение. Но это они так любовь свою выражают, понимаете? Витя, тут можно оружие за неё прокачивать, вот, хп. Если тебе плюют в рожу, значит, ты впереди. А-а-а, когда же туалеты уже изобретут. Ну всё, мы в дерьме. Я понимаю, что от джемовой каши не сварение, но там жители Фростпанка от каши вообще помирали, так что грех жаловаться. Ура, почти один день без происшествий. Кстати, тут же не ставится время на паузу, пока мы в данже ходим. То есть, если в первый день кто-то погиб, виноват кто? Правильно, капитан. Сейчас нас крысюк научит хитрым приёмчикам. Но он увидел, как я ною на первом же данже, поэтому решил научить магии, чтобы я как бы это из-под тишка бил. Хватит уже называть меня крошкой ягнёнок, обе здоровый, страшный. О, можно по магазинам походить вместо сражений. Чего-чего, погасёнок по скидке. Это не день, а сплошное счастье. Ты смотри, будешь себя плохо вести, и как бы бараныш, они тоже едят. Второй магазинчик принадлежит тёте Кисе, она чем только не торгует. У неё тут и скины, и карты, и надгробия. Проблема всех местных карт Таро в том, что они как реальные. Если нагадают за лупу, будет обидно. Вы получаете в два раза больше усердия. Усердием они обозвали, типа, как ману. Но главное, чтоб не маму. Смотрите мне, разработчики, я за вами слежу. Мудрые дятелы рассказывают историю о том, что когда-то здесь было всё здорово, а потом пришёл я. А потом суп с котом напридумывали каких-то законов нелепых. Сейчас я всё перепишу, погодите. Леший тоже какой-то мутный тип. Он специально кидает вперёд своих чуваков, чтоб я ещё сильнее накачался, и потом ему же было больнее. В чём прикол? Ну, хоть ботов на халяву даёт, спасибо. Кроватки приходится строить. Мы не хотим спать на земле, мы права свои знаем. Солнышки кушаем быстрее, зубками жуём. А кто завтракать не будет, тому зубки не нужны. Да я ж пошутил тугосерину, что ты. В последнем обновлении добавили прокачку веника. Вот это я понимаю геймплей. Помню, когда на моей... А, то есть прокачки веника не было, когда я... Когда она только вышла. Просто когда я играл, он уже был. Ну, прокачка уже была. Важное дело. Ну да. Знаешь, как оно ускоряет нормально так? Потому что говно мести, это тебе не пыль мести. По факту. В этой родине настали тяжёлые времена, все питались травяным салатом. Он никому не нравился, но только благодаря ему выжили. Попробуйте в тяжёлые времена... Был бы не веник, а лопатка. ...на все питались травяным салатом. Он никому не нравился, но только благодаря ему мы выжили. Попробуйте его приготовить. Красава повышен. Мы едим травяной салат, прямо как ебеньградцы. Я там, конечно, не бывал. Но думаю, что у них всё в точности, как и у нас. Благодарю. Моя вера в вас окрепла. Чё ж так крепла? Нам вяловерующие тут не нужны. Как, кстати, наше поселение будет называться? Ну-ка. По-моему, егнеград просто идеально. Егнеград звучит хайпово. Ну, а ты как думал? А, кстати, как ты думал? Мне довелось посмотреть на кучу. Какой прекрасный день. Я тебе сейчас дам кучу, падаль мелкая. Их мысли это... Ну, в общем, у него какой-то пугливый характер. Если на него крикнуть, то он отходит и просто с осранством каким-то занимается. Вы меня доведёте. Я введу закон и запрещу вам срать. Хорош уже. Книга законов — это, конечно, просто что-то с чем-то. Абсолютно непонятно, где какой закон располагается. В Роспанке было всё как на ладони. Тут лотерея. Вот как хочешь, так и отгадывай. Ну, начнём с пропитания. Пост. Вы можете провести в храме ритуал и объявить пост. В течение трёх дней последователи будут обходиться без еды. Пир. Вы получаете доступ к ритуалу пир. После пира голод последователей будет уталён, а вера увеличится на 25 единиц. Я три дня голодный, вместе с ними сидеть не буду. Конечно же, пир. Видели бы вас, граждане, у генератора с морозных земель, они б не то что бунт подняли, они б землю надвое раскололи. Ну, здорово. Готовься к последнему бою. Я буду ждать тебя в своём храме. Приди и узри истинную силу. Он сильный, кто не понял? Да, он сильный. Слушай, дай мне чё-нибудь тяжёлое, вот шипун, прям разочек такого чапалаха выписать. Псы Рока 2. А где Псы Рока 1? Если посреди данжа усатый дядя приглашает вас на рыбалку, не идите. Лучше это, бухту берегите. Но рыбалка здесь это чё-то приглашает вас на рыбалку, не идите. Лучше это, бухту берегите. Но рыбалка здесь это чисто старги у вали, только, по-моему, рыбка не может сорваться, чтоб малыши не заплакали и негативный отзыв к игре не написали. Краба, омара, осьминога, царевна любви. Ну, тут рыбалка это так. Чисто один квест. А, ну еду, наверное, еду вроде с неё можно готовить. Понятное дело. Я уже не помню, зачем она была нужна. Крабушку никому не надо, нет? Всё, лешего распечатали. Соболезную тебе чучело огородное. Ну, вообще, он умеет расти, в отличие от нашего барашка. Тот-то как был метр с кепкой, так и остался. Тише, тише, тише. Он же жопой на голову сядет, если не убежать. Тут аккуратно надо быть. У него атаки какие-то, не знаю, заторможенные слегка. Он маленьких лишайчиков вокруг себя создаёт. Ты тихо-тихо, башкой не бейся, мне оставь её. Ну, так-то он мне полсердца оставил. Это, ну, нормальный результат. У меня, правда, всего одно было. То есть, получается, он нанёс ровно один удар и полсердечка снял. Какие-то украшения открываются, надо их потом посмотреть будет. Надо как-то подписчикам сказать, что мы в ближайшие три дня будем гордостью питаться, потому что я как бы с лешим дрался вместо того, чтобы семена сажать. Подписчик, подапсик, подупсик. Подкусик, подписик. Подписик. Подписик, ну да, да. Ой, а вы знали, что вегетарианство очень полезно для здоровья? Травоизм укрепляет организм, и вот это вот всё. Даже притча есть такая. Жил-был слабый волк, и его обижал барашек. И тогда волк тоже стал есть траву и сдох. Вообще имеет смысл ухаживать за последователями, надарить им подарочки, качать левела, смотреть, чтобы они не болели, потому что, ну, хорошо не там, где живут, а там, где не дохнут. Тут за веру и генератор качается, и законы вводятся. В общем, верим. Так, замерли, у нас поселение второго уровня открывается. Отныне это не деревянная херня, а каменная. Так, господа фермеры, работаем. У нас план по посадке ещё не выполнен. Выбирайте или семена, или вас. Хм, сыграть ли в кости с крысой? Жаль, он ещё не понял, что сел с шулером играть. В общем-то, нужно здесь собирать комбинации из кубиков, а не давать собирать комбинации ему. Легко-легко. Исход, по-моему, очевиден. У меня ведь был очень хороший учитель. Сначала крысао проиграл свою единственную карточку Таро. Затем он и бабки проиграл. А затем и хату. Окей, выбираем труд и поклонение. Можно взять трудолюбие, чтобы наши веб-каменщики быстрее добывали, но на самом деле силу заключается в вере. Чем больше люди молятся, тем быстрее качаются генераторы поселения. Вот я обещал показать. Тут для девочек добавили всякие рюшечки, украшения, какие-то цветочки. В общем, теперь это девчачий культ. Молитесь, братья мои, ибо грядёт царствие! Мы, кстати, вторую локацию открыли, поздравляю. Она называется Земноводье. Это как бы земля, но с водой, вы поняли, да? Дан же советую вылизывать подчистую, потому что тут могут какие-то дополнительные ресурсы выпадать. Типа там костей, травы и всего остального, что пригодится в крафте, и обычно этого не хватает. Я жаб, кстати, не очень уважаю, особенно не уважаю жабу, которая здесь босс. Грехи твои неисчислимые, за них будет... Жаба это тот враг, который мне мозги делал. У меня с таймингами их атак очень плохо. Хотя они медленно прыгают просто. Страдать твои верные последователи, пускай они познают голод! Так-так, не раскачивайте лодку, мы это называем небольшое недоедание. Здесь мобы, жабы, боссы, жабы, куда не посмотришь, просто жабей данж какой-то. Ладно, благим делом занимаюсь, я как бы спасаю последователей и показываю им достойную жизнь. Вот это у тебя, конечно, генетика донная, дружище. Вот у меня вопрос, котик, что ты добываешь свежий воздух? Чтоб ты своего приятеля откопал им по уши в дерьме. Какого хрена он у него в дерьме? Как так-то? Такого не было? Не. Я, видимо, настолько не запускал в плане дерьма. Но в плане Веры я запустил. У меня был момент, когда с Верой все было плохо. Сделают атеистами. Не, один начал других подбивать, а потом он вообще ушел куда-то в лес. И все. Я не помню, кто у нас был предателем. Ну, кто-то из подписчиков ушел, и все, и не нашли мы его. Не уходите, дети, в лес. Не найдут вас там. Мы будем использовать этот закон в крайнем случае, не переживайте. А ну быстро в шахту, падлы! К сожалению, весь новый контент в игре, он высокоуровневый, то есть нужно попотеть для того, чтобы до него добраться, а пока что мы можем, ну, разве что, вон веничек качать. Да вы не бойтесь, спрашивайте, что вы трясете, за спрос не бьют. А, мясо по следователю хочет. Иногда за спрос, конечно, ну, надо, надо, да. Дедушка хлебоп все ближе и ближе подкрадывается, лишь бы я уже хоть кого-то у него купил. Все еще долго. Марионет, Каллы, корона, поклонись мне или пожалеешь. Неа! А поеблищу. Неа! Да ну я ж пошутил! Извините. Так, сейчас давайте заскочим к этим грибобасам. Братан, слышишь? Примерно на этом я и остановился. Когда этому челу грибы принес. Или рыбу. Споры грибов. Надеюсь, вы помирились. Ты глянь, Петр помнит до сих пор. Не зря, хороший последователь. Не зря он умер, когда я его потом воскресил. Чтобы он продолжил работать. Нехрен умирать и отдыхать. Все должны поха... Смерть не причина не явиться на работу. Да-да-да. Так, я тут надыбал семена тыквы. Теперь придется чуть побольше тужиться после еды. Зато полезнее. Всем внимание, в городе появился сундук. Берем у граждан всякие вещи и продаем. Но потому что им они не нужны. Ой, я веру пожатнулась. Я вижу, как вы нас обманываете. Я всех об этом перду прижу. Так, слышишь, это заканчивают орать в свой рупор. Только мне разрешено на них орать. Однажды у капитана спросили, что важнее, и шафот или свобода слова. И ты пошел на и шафот, так и не узнав, что никакой свободы слова никогда и не было. Этот нехороший человек по имени Хахах украл все артефакты и не стыда, не совести. Но совесть, она как хомяк, либо спит, либо грызет. Артефакты ввели для таких, как я, кто не может уже при помощи магии побеждать, и нужно еще что-то более могущественное. Жмешь одну кнопку и... Победа. Хорошая игра, покупайте, не реклама. Это был предпоследний мини-босс, в следующий раз жаби пиздец. Представляете, пока я бегал, на Ягнеград наслали порчу, и все начали голодать. Я вообще не виноват в этом. Да? Берем пропитание в троечку. Мольба об урожае говорит, что все засеянное моментально созревает, а вот благословление океана говорит, минуточку. Да не, не, я уже и рыбку съел, и это, и на люстре покатался. Я человек нежадный, и все для народа. Я паук, ягодку спиздил, отдай. Тут, кстати, есть аналогичная постройка фроспанковскому маяку. Он называется домик пенсионера. Тут можно разведчиков нанимать. Шанс выживания, потом время в рейде и количество ресурса. Ну, главное, чтобы он Винтерхоум не нашел. Знаете, кстати, почему Винтерхоум пал? Да-да, ауф. Тамошнего капитана... Только он Винтерхоум, ну ладно. Ну я понял, у Вульфа Винтерхоум. Были чересчур широкие ворота. Как это честно, Винтерхоум пал. У тамошнего капитана были чересчур широкие ворота. Как это честно пишешь на воротах, оставь надежду всяк сюда входящий, люди сразу понимают, а надо им это или нет. А Винтерхоум это чисто проходной двор был, вот он и закрылся. А вы знали, что вот эти чайки еще семена, кстати, вот эти вот чайки семена грызут? Да, это не капитан сожрал все пайки, честно. Иногда у последователей совсем странные желания, типа там блюда из экскрементов, например, попробовать. Каша на Юнити выходит. Вкус может быть немного странный, но это надо привыкнуть там хорроры, типа... О, жаба здоровая, как раз быть немного странных, например, попробовать. Каша на Юнити выходит. Вкус может быть немного странный, но это надо привыкнуть там хорроры, типа... О, жаба здоровая, как раз к тебе. Ходи в мой храм, я подарю тебе ту же смерч, что и твоим братьям и сестрам. Дружище, ягненка нашампурить может каждый, а волка нет, ау. Сундуки наполнены едой, а не монетами. Я сейчас за такой скам тебе статую снесу, ну-ка возвращай монетки. Босс, это жаба, но он только чуть больше, чем предыдущие жабы. Справедливости ради, это самое нажористая жаба из всех. Где я? Ну это нереально, тут красная на красном, в красный ж... Да вполне все реально. Жаби, блядь. Вы видели, там же это, ну, лагануло на секунду. Да, 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 да. Буду хрить твою жизнь, пока ты не исполнишь предназначение. Базар-вокзал, погнали. После побед Вера растет, но после поражений падает, потому что вылазят вот эти блогеры с телефончиками и пишут, и вот это вот, ваш капитан. Ну, с блогерами здесь разговор, благо, короткий. Осуждаю. Ну, есть желающие еще блогерами становиться? Нет? Тогда замечательно все. А чего я такой маленький-то? Ладно, ладно, я признаюсь, это откровенно крысиная тактика использовать артефакт на уменьшение модельки, но в данже все средства хороши. Все, великий позор смыт, будем считать, с первого раз прошел. Песик 3 все еще притворяется, будто поклоняется вам. Шпионы должны сидеть в тюрьме. Бля, я помню, у меня была... Ля-ля, стукач. Да, у меня такое было, и был такой чел. И чел в итоге не был этим шпионом на самом-то деле. Факты от подписчика. Прости, подпесик, но ты отправляешься прямо в тюрьму. Все, я посадил шпиона. Ой, извините, это была ошибка правосудия, вы полностью оправданы. Произошел абуз Веры. Здесь берем просветление, потому что он увеличивает выражение преданности аж на 20% на 3 дня, это очень хорошая тема. Видите, фонтан Веры и Надежда буквально струится куда-то там вперед в светлое будущее. Короче, вы поняли. Подписчик задал мне вопрос, а где же все-таки видос? Я чувствую, как слабеют мои колени и мутнеют глаза, и все же мне было отрадно провести всю свою жизнь в служении вам. Все, постарел. Ты что, блин? Поздравляю, ты отправляешься в ГУЛАГ. Какого хрена произошло? В смысле? А, спина, а, колени. Ты что, блин? Поздравляю, ты отправляешься в ГУЛАГ. Что? Он меня ударил. Порой хуяк и ты верстак. Оцените степень борзоты. Повар сороконожка насобирал семян на моих же зачищенных данжах и продает мне же втридорога. Домики надо строить из более крепких материалов, потому что рано или поздно придут три поросенка мне мстить. Эти освещенные деревяшки будут ступенями в рай, который мы построим. Это уже мутительно. Подпесик 3 опять ведет двойную игру. Пора бы с этим разобраться. Совершите жертвоприношение. Ты что, говна в ебал, иди работай. Хотя, вот мысли правильные, нам же нужно хранилище удобрений построить. Какой-то сомелье со стажем нужен. Посмотрите, сколько видов обалдеть. В мое время. Тот самый, который стругать побежал. Пришло. Так, так, без паники граждане он не помер. Он просто отрицательно воскрес. Ну, громко говорите ли они точно из форстпанка взяли. Там капитан, если бы мог не орать, он бы не орал. Только здесь нужно золотом платить, чтобы оно работало. Вы мне платите, я кого угодно надрессирую. Третья локация называется Топио. Топить пока никого не будем, но это пока. Тут уже начинают спауниться новые ресурсы. Например, виноград. Если вам интересно, почему растет виноград под водой, смотрите. Так, в соседней комнате я нашел хмель. Если вам интересно, почему под водой растет хмель, то смотрите. Хлопок. Не, ну вам, наверное, интересно, почему и хлопок растет под водой. Смотрите. Болезнь. Ага. Это, понимаешь, он такой... Да, смотрите. Да, он сказал хлопок, и я такой, ага. Никаких вообще сомнений. Не всех научила смирению. Я насылаю на твоих последователей чуму. Так это они тебя увидели и проблевались. Моим поселением правит трус. Мне надоело подчиняться тому, кто боится сражаться. Что тебе ближе, кровопролитные битвы или блаженный покой? Я машина, конечно, битвы. Тебя веет трусость, уйди своей дорогой. Так, да. И сиди тут один. В этой комнате можно добрать дополнительное сердечко. Не то, чтобы оно прям нужно было, но с ним как-то спокойнее. Чё, сто монеток, ещё и будь с кардиологом. Давай, нападай. С кардиологом. Раз, два, изи. Ай. Вот ещё одна имбовая комбинация. Есть, допустим, магия, она называется Божественный Страж. При срабатывании барашек получает полный иммунитет к урону и примерно там на две секунды. К нему я нашёл карту Таро, которая в три раз больше маны даёт. Таким образом, бесконечный иммунитет даёт бесконечный урон, бесконечную ману. И да, я нашёл абуз в детской игре, и что мне не стыдно. Какой, нахуй, детская игре, ну да. А, ну да, ну да, точно, детская игра, да-да-да, точно. Вас слаба как никогда, если вы ничего не сделаете, мы начнём уходить один за одним. Вряд ли ваш покровитель оставит вас в живых, если поселение пустеет. Вряд ли вы останетесь в живых, если будете негативны, и мне тут комментарии писать. Только хвалить можно. Давайте введём какой-нибудь хороший закон, а то скинут. Вера в загробную жизнь – хорошее решение, от этого люди меньше тильтуют. Как известно, плач, он вредит общественной морали, поэтому я его запретил. Цветная капуста тут – это белое золото, её трудно достать и невозможно забыть. Если вы уже себе кухню-то построите, я бегаю тут, как мамочка, им всё готовлю. Повеселился на эшафот. Оживление – это самый имбалансный закон в игре, потому что, по сути, любой последователь может быть воскрешён. Ну, справедливости ради, воскрешение стоит 150 костей, что далеко не мало. Но всегда можно прокачать таки скидочку. Ой-ой-ой. Вера на нулем 26-й день пошёл не по плану. Я тут посовещался с Грибоедовым. В общем, он своих шляпников опрыскивает каким-то химикатом относительно. Посовещался, как в Медосе Бридж, что ли? Да-да-да-да. А тут не только ягнят увидишь. Ну, видишь, как он видит? Ну, микродозинг налицо. Да. Поэтому я и сказал, что всё, дальше заказывайте прохождение. Только так буду проходить. А что, дурной? Я тут посовещался с Грибоедовым. В общем, он своих шляпников опрыскивает каким-то химикатом от насекомых. Может, и на бунтарей подействует. Прискорбно, что я не могу даже детсадовскую версию Фростпанка пройти без применения фокусов. То есть, капитан не может, мухомор поможет. Они у меня и раньше-то мало думали, а теперь вообще кошмар будет. Лазареты тут работают на платной основе. То есть, если у подданного нету цветочков специальных, то он как бы идёт долечиваться дома, зато бесплатно. А вот давайте, а что бы вы выбрали? Работать трое суток без остановки или отдыхать целый день без остановки? По-моему, ну, выбор очевиден. Усталость — это миф. Работа — это счастье. Копание — сила. А вы чё разлеглись? Ну-ка, вставайте тоже на работу. Чё-то на том свете отдохнёте? Хер ты угадал, дружище? Ну-ка, подымайся. Пабло — это местный контрабандист, который может достать всё, что угодно. Он как бы контрабандировал, контрабандировал, да не вы контрабандировал. Ага, вот мы и встретились. Это из-за тебя я тут торчу, кусок баранины. Само собой, я не питал большой любви к епископам, но они охраняли морские пути и поддерживали торговлю. А мой, кто начал их убивать? Сюда полезли всякие твари. Прямо как моя тёща. Я думаю, что по мордочке рыбы всё понятно. Иногда мне в кошмарах тоже снятся печальные лица подписчиков, которые хотели нормальный контент и получили весёлую фирму. Контрабандист меняет органы боссов на части щитка, и щиток, в свою очередь, можно обменять на инопланетную технологию. Она называется туалет. Они меньше, чем за месяц осознали, что не надо срать там, где... Господи, блин, как он быстро засирается. Как он быстро засирается. Может, его надо не один ставить, или так нельзя? Можно. Его и надо не один ставить. А ещё надо кого-нибудь на уборку вроде ставить, по возможности. Но довольно быстро они засирают. Где-нибудь огрёбало? Угу. Я не помню, уже можно там сделать так, чтобы тот, кто... Короче, собиралку на собиралку поставит того, кто будет переносить в удобрялку. В удобрялке тот, кто будет распылять их. Угу. Но не есть. Того, кто есть фекалии, нельзя туда пускать. А то не будет удобрения. Ну, а я вижу павучка из Донстерва. Ну да, Вебер. Я же говорю, его нельзя переименовать, он так это, с таким именем и появляется. Ну, потому что это отсылочка. Это коллаборейшн был. Я знаю. Отсылочка. Ты живёшь и построили туалет. Это коллаборация. Через год цивилизацию свою сделают и захватят нас. Потому что... Больше принимает форму генератора. На самом деле, щиток контрабандиста можно менять на штаны для барашка. А то чё-то капитан голый бегает, как-то не солидно, согласитесь. Новые штаны дают 4 рандомные карты Таро на старте. Не надо будет бегать их и собирать там, где эти висюльки висят. Выпали хорошие карты. Круто. Плохие. Ноем. В этом данжи обитают в желешке у них взрывной характер. Они уже не дадут над собой шутки шутить. Но главный паяц это, конечно, вот эта каракатица ебливая, которая что-то о себе возомнила. Чё ж на тв... Манда с зубами. Твари, поставлю тебя на место. Сколько стараний, сколько сил он приложил для того, чтобы стать кальмаровым колечком. Это чё за пулемёт, братуха, братуха, прячь волынуто. Что-то мне не нравится эта ситуация. Нет. Ну что, кто у нас самый нажористый-то по сердечкам? Не бойся, это не больно, будто комарик куснул и вывернул наизнанку. Кальмар, наверное, и не подозревал, что баран может использовать настолько крысиные тактики, но что поделать? Я бы и сам прошёл, вы не подумайте, очень простая игра, но просто хотелось показать, как там воскрешение происходит всё вот это. Хорошо. Грешу хорошую вещь, брака мне назовут, но это пиздёж, потому что, например, когда тут хаваешь брака заключённого, там тебе на халяву брака мне назовут, но это... Просто хотелось показать, как там воскрешение происходит всё вот это. Грешу х... Ритуальный поедин. Слушай, мне нравятся эти крайности. Хорошую вещь, брака мне назовут, но это пиздёж, потому что, например, когда тут хаваешь брака заключённого, там тебе на халяву плюс два сердца дают. А чё, желающих нету, шо-ли? Ну смелее! О, с дедом повезло, повезло, скоро барашку дополнительная хата обломится. Ну всё, началось грехопадение, а я предупреждал. Нам сейчас Ягнеград метеоритом снесут он к динозавру. Это не Шуга Дэдди, а Шуга Грэн Дэдди. Да, ага. Вот что бывает, когда нету на... Нам сейчас Ягнеград метеоритом снесут, он как динозавров. Ну вот что бывает, когда нету нормального контроля над зверьми. Посмотрите, что происходит. Зачем нам тюрьма по ноптикум? Зачем нам эшапот? Вот! Граждане, одумайтесь! Нотификейшн стракчерс коллапсит! Так, дурачуны, разошлись. Давайте, идите, работайте. Не знаю, как вам даже об этом сказать, но... Почему наше поселение выглядит так бедно? Потому что вы всё сломали! Дружище, день бунта закончился, мне тот протест в хуй не трахтел. Ты что, за количество шагов платят? Что ты делаешь? Вы что, я ж не тиран? Конечно, я дарю своим подданным подарки на день рождения. Просто с возвратом. Ку-ку себя. Ну, последний босс уже трясётся. Это очень хороший знак, потому что остался последний. Этот прихвостень или как его там. Ещё они фоторужьё добавили в последнем апдейте. Это когда у вас хорошо, слишком идёт игра с милишным оружием. Вы берёте вот эту вот хрень и сразу проигрываете. А это коллаба... А то слишком легко стало. Ну да, а это коллаба с Wizards with a Gun, по-моему. Домик пенсионера, надо как можно быстрее прокачивать, потому что я задолбался эти кости в данжах фармить, ты их не напасёшься. Кто ещё придумал старость? Мне чё, в реальной жизни что ли не хватает? На 70 костей мы только его половинку резним. Мы отказались подчиняться, и они пришли. Не хватает. На 70 костей мы только его половинку резним. Мы отказались подчиняться, и они пришли в ярость. Только мне удалось выжить. Прошу, забери меня с собой. И как ты себе это представляешь? Ну в карман меня ложи, чё, дорогу покажу. Вот что бывает с теми, кто задолжал грибным людям. Рождение во грехе это как раз то, что нужно, потому что у нас в Ягнеграде все должными рождаются. Нет, ну смотрите, сломался генератор, нужно его починить. Кого туда закинуть? Взрослого, что ли? Нет, они вон все лежат, отдыхают. Чё это за розовая опухоль летает? Это походу тот зайчик, который меня булил постоянно. А нет, вот он. А не кажется вам, что домик на одного? Это как-то жирно. По-моему, общежитие намного лучше. Материал изготовления намекает. Вера в прощение даёт баф. И ни в чём разрабы не права. Вы общаги видели? Да. Утро, если в тюрьме никто не сидит. Но мы их будем по утрам выпускать, а в обед сажать. Сел, вышел, сел, вышел. Чё, поросёночек? Романтика. Можно построить бар, но поскольку игра детская, конечно же, напитки безалкогольные. Вы что? Это в вере находится, видите? Верим. Да не алтарь так дружно не строили, как этот бар. Многое говорит об их обществе. Почковый отвар. Последователь становится контужным с вероятностью 75%. Ягнёнок, маслёнок, я люблю, ю-ю-ю-ю вас. Набухал последователи, теперь они все влюбились. Профи. Я бы сам там набухался. Ю-ю-ю вас. Да тут все, походу, пьяные. Ты чё несёшь? Это они сейчас весёлые, а потом они такие... Капитан, мы тут, короче, посовещались и решили тебя с санными тряпками прогнать. Так, 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 пиво должно сплачивать, а не разъединять. Чего вы дерётесь-то? Всё засрали, хрюндели. Милуах, новички совсем не умеют трудиться. Надо преподать им хороший урок, пускай работают всю ночь. База от подписчика. Я надоел, короче, с них греха, и теперь могу у церкви скинцы менять. Где ещё такое увидите? Красиво, красиво. Налоги в нужное дело пошли. Симпатичные. У-ля-ля, любовный шахтёр, это кто? Пять сосисок в тесте, ну и где я их сейчас возьму? У-ля-ля, любовный шахтёр, это кто? Пять сосисок в тесте, ну и где я их сейчас возьму? Этот материал надо у пауков идти спрашивать в этот, в данж четвёртый. Душа моя, ты выглядишь так бедно. Если тебе по вкусу такие одеяния, то в каких же лохмотьях ходят твои последователи? Пока что они ходят под себя, но я над этим работаю. А-ля поинте де ла моде де блютуз латины де кантаре. Что? Какого жреба? На самом деле там надпись на французском. Почему там на французском? Ну почему-то он прочитал её на испанском. Как-то смог, умудрился. О, спасибо за вещи. Видите, мы с ним уже общий язык нашли. Паучки тут выглядят модно, ничего не скажешь. Сразу видно, у этого червяка манерного отовариваются. Ну такие уже пошли враги, вроде пытаются сопротивляться, но пока ещё слабовато. У нас уже и свекла есть, и цветная капуста, и тыква. Мы ж так есть нормально начнём. Так, продолжаем закручивать гаечки, теперь нам нужен смотрящий. Итак, граждане, кто готов сдавать своих за лишнюю похлёбку? Теперь под чутким надзором инспектора кисы хулиганить запрещено. Слышите, модные огородные вы мои, а в шахте кто вкалывать будет? У бобра просто гениальное качество, он похотливый и стильный. Курва-бобер! Хороший, стильный, похотливый и стильный. Что ещё для жизни надо? Понимаю, что бобры живут на речках, но, к сожалению, у нас финансов хватило только на гнездо. Добавим немножко романтики. В речках, но, к сожалению, у нас финансов хватило только на гнездо. Добавим немножко романтики. Кристалл расчленения подойдёт. Сейчас такой приплод шахтёров начнётся. У нас тут пятилетка будет за 10 минут. Вот это пара бобр и волчара. Я и не знал, кстати, что волки откладывают яйца. Предлагаю себе памятник поставить, я гений. Не ЧСВ, если что. Пещера Медаса открыта всегда и для всех. Это самое богатое место на карте, надо будет заглянуть. Посмотрите на его бедных подданных, они точно из золота сделаны? Какой-то царь Медас наоборот. Спасибо, конечно, но плевков не хватает и в личном храме. Ну, я думаю, все помнят старую капитанскую притчу, когда капитан построил огромный барабан, но вскоре барабаном стало его жжет. Ну, с этим апдейтом хотя бы какая-то развлекуха появилась у народа, а то до этого они просто работали и ныли. Ну, смотрите, я почти всё прокачал, что хотел. Получается, тогда можно переходить на 4-й левел поселения. Как же у нас всё здорово, труп уберите. Солнышки набунтовались и спят. По-моему, жаба пиздун, он уже распятый, наверное, в госпиталь попадает. Так, в ателье теперь доступно ещё больше шмоток. Что за похабщина? Надо будет переговорить на одеяние. Я думал, что у него нету ничего тут. И что, оно как топик чисто. Я не могу говорить с местными портными, а то куда-то мы не туда поворачиваем, мужики. А вам не кажется, что грабёж подданных надо было раньше вводить? У меня какой-то билд капитана через бедность получился, хотя я мог всю игру собирать налоги. О, рожается, рожается! Вроде как даже не такой уродец, как я думал, это здорово. А теперь, сын мой, я дарую тебе имя. Подвыпердыш! О, солнышко, я верю, что ты будешь нести благую весть в массы. Ну, когда разговаривать, конечно, научишься. Я обожаю это место, слава ягнёнку. Видите, только вылупился, а уже дело говорит. И заметили ни одной пораженческой мысли? Типа, там капитан-баран под его жирной жопой трон гнётся и так далее. Я прокачал всё оружие, ну, кроме, наверное, сильного удара, потому что мне лень дополнительную кнопочку жать. Пошли, босса, завалим. Пять станет ничем! Я также на математике философствовал, мне всегда два ставили. Шаурма, как нетрудно догадаться, это паук, потому что он живёт в шёлковой колыбели среди пауков, и он страшный, кусается. Я понимаю, что тяжело понять, что происходит на экране, я надо... Ладно, тяжело, согласен. У меня пол-хп шаурма, не надо, мне некого резать, пожалуйста, не убивай. Он тоже на пару тычек остался, надо как-то крысиный момент подгадать. Блядь, какой же потный. Всё. Ну, это было легко, легко, на самом деле. Детская игра... Просто буквально 10 секунд назад, кто ныл? Он нагонял атмосферу, чтобы вы поняли, как сложно... Солнышки, протоните меня к этому чепуху, блохастому, сейчас надо с ним поговорить, в общем, насчёт короны. Ну, в общем, расклад таков, котик давал корону поносить, как вы помните, на время, но как бы планы немножко изменились. Я освобождаю тебя от служения алой короне, верни её мне и прими свою шашлычную судьбу. Последняя жертва моего самого преданного последователя станет ключом к моему спасению. Совсем скоро я буду свободен. Ты не можешь их кошмарить, я могу их кошмарить. Конечно, мы не будем ему корону отдавать. Чё, лохашель нашёл? У тебя всего два последователя, у меня их целая толпа. Куда тялою корону-то? Помните, я вам показывал в магазинчик мамы-кисы вот это вот два её сына порабощённых. То есть, блядь, у них мать на кассе стоит, никакой-то хуйнёй маются. Чё, сынок, иди помогай там, я не знаю, ящики поразгружай. Хватит тут на облаке в раю сидеть с котиком. Слушайте, а может, это их настоящий отец? Я только сейчас об этом подумал. Надо будет потом... Интересная была у мамы-киса молодость. Блядь, я только заметил, что он АИМ. АИМ-бот? АИМ-кот? АИМ-в колде у Насти? Ну, судя по тому, что у него нет одного глаза, то да. С котиком. Слушайте, а может, это их настоящий отец? Я только сейчас об этом подумал. Надо будет потом лорное... Ай! Семейное древо их почитать. Почему-то на этом файте все карты Тороса блокированы. Я так не привык, я хочу, чтобы всё легко было. Пора вам открыть главную тайну игры. Что под личиной того, кто жрёт всё это время, скрывался... УНТИК! Братан, у меня пол-хп, прошу, не надо. Давай, повеселились и хватит. Я признаюсь, что ты сильная, не надо. Всё заново! Меня уже просто плавит на пятидесятом часу, извините, эти глазки раз десятый пытаюсь убить. Я думаю, я б с первого раза прошёл, но просто тут как бы лагает, почему-то игра, наверное, очень нагружает железо. А кто это у нас такой злой? Всё, что было моим, досталось тебе обманом. Моя сила, мои владения, моя корона. И что же ты сделаешь? Поступишь как мстительное божество или как милосердное чмо? Давай, сделай всё выборы. Помни, что тебе за свои решения отвечаешь только ты. Мы найдём тебе лучшее применение. Слабая, жалкая, глупая тварь, давай, давай, заплачь. Падай ему поставить еще в тюрьме. Да-да-да, он ещё пожалеет о том, что выжил. Научу ягнеград любить. Ну чё, мужики, ещё один денёк в аду? Ну я знал, что вы справитесь, чё нам привыкать, шоль? Собираем шмотки и валим строить дальше, впереди ещё много трудностей. Но кто как не капитан поможет их преодолеть? Кстати, у нас теперь новое божество, которое опять будет шпынять капитана, он будет шпынять своих малышей, ну а чё по-другому, что ли, бывает? Мораль такова. Каждый народ заслуживает своего капитана, ну а каждый капитан заслуживает донатов, подписок, и чтоб его носили на руках, по-моему, всё честно. Вам же огромное спасибо за просмотр, увидимся в следующих видео. Ну и как обычно, счастье вам. Я знал, что будет интересно и забавно. Спасибо за просмотр. Увидимся.